Не красота вызывает любовь, а любовь заставляет нас видеть красоту. И это чувствовать, это сразу видно. Убирайте, пожалуйста, экологичный способ, если что, решение проблем. Идете просто всю жизнь, именно большим количеством людей. Вообще, рефлексия, она, скорее всего, внешне вы не совсем будете классно выглядеть. Ребята, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Поля. Сегодня я в таком белом амплуа. И снимаем видео интересные привычки для того, чтобы быть красивой, женственной, ухоженной, здоровой девушкой. Вы такое просили, очень много в Телеграме. Вот, и я решила, что почему нет, почему бы не снять. Также не забывайте подписываться на мой Инстаграм, потому что там много всего интересного, полезного. И все новости, которые только-только происходят вот так вот, я их публикую именно туда, а не сюда. Либо же еще в Телеграм-канал, короче. Переходите. Сегодня мы с вами затронем, как и не только внешние темы, да, для того, чтобы быть охоженной. Какие все-таки пункты стоит, ну, соблюдать, по моему мнению. Но также я хочу в первую очередь выделить именно внутреннюю составляющую нас. Потому что, мне кажется, это как раз-таки и определяет все уже остальное. Все и внешнее, и внутреннее, все вместе. Как вы знаете, я вам редко рассказываю про какие-то каналы. Но канал Яси для меня просто какое-то олицетворение женственности, уюта, комфорта. И что самое главное, целеустремленности. Какие видео, в принципе, сами тоже и любите. Я уверена, что на канале Яси вам будет что найти. И вам 100% понравится. Доброе утро. Я обожаю свою жизнь и каждый день делаю что-то для того, чтобы становиться лучшей версией себя, без токсичности и с огромной любовью к себе. И если ты хочешь изменить свою жизнь в лучшую сторону или просто поднять тебя на тренинг, присоединяйся к нашей дружной семье. Выполняйте, пожалуйста, всю свою рутину, все действия только из любви к себе. Не из ненависти к себе, не из злости к себе, из-за того, что вы там что-то в себе не любите, какие-то хотите прыщики убрать, растяжки, целлюлит. Нет, только делайте все из любви к себе. Пусть все ваши процедуры для тела, они будут без зазрения совести и пусть вам всегда будет хорошо, а не сначала больно, плохо, а потом уже только хорошо. Радуйте себя, зажигайте какие-то внутренние гирлянды при помощи свечек, при помощи масок для лица, при помощи ухода за своим телом, потому что через какое-то время ваше тело скажет вам уже на другом уровне, не на физическом, но и на этом тоже, но и на ментальном уровне. Оно вам скажет спасибо за ваше спокойное состояние, за то, что вы о нем позаботились. Если мне в директе пишут по поводу того, что Поля, что делать, если мне скучно с самим собой? Я всегда вспоминаю такую фразу, что если вам скучно с самим собой, скорее всего другим людям тоже будет скучно с вами, потому что если вам в первую очередь вот самым близким человеком, с которым вы проведете просто всю жизнь от начала до конца, и больше такого человека не будет, кроме вас вот, это запомните, больше такого человека не будет, если вам самим собой вот так вот обнимите себя, если вам грустно, скучно, одиноко с самим собой, это самый близкий для вас человек, который только есть вообще на земле, то, блин, ребят, проблемы, большие проблемы, потому что нужно научиться проводить время наедине с собой. Почему-то я всегда очень люблю оставаться одна, не знаю, для меня это вот прям самый такой момент, когда я могу остаться сама со своими мыслями, могу остаться со своими какими-то идеями, сама с собой поговорить, понятное дело, не в прямом смысле, а просто у себя в голове провести время, может быть прогуляться, посидеть в кофейне, мне кажется, это очень классно, когда у вас есть навык проведения времени с самим собой. Не стоит заглушать свое одиночество большим количеством людей, я всегда знала и понимала, что если человек общается и пытается дружить просто с 10-ю, с 20-ю людьми, скорее всего, ему вот здесь вот внутри очень одиноко, и он просто боится этого одиночества, у него страх одиночества, он боится остаться один, и поэтому он пытается заглушить вот свою такую внутреннюю какую-то боль, внутренний страх именно большим количеством людей. Мне кажется, что это даже касается, знаете, маленького круга окружения, то есть когда у вас 2-3-4 человека, именно близких человека, с которыми вы можете общаться, вы можете им все рассказать, мне кажется, это намного-намного круче, чем иметь, знаете, 100 друзей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Непонятно, если честно, для меня пословица. Так вот сядьте после этого видео, вот мы такого психолога делали, просто сядьте, обнимите себя и поговорите. И следующий пункт, который я бы всем тоже советовала, это постоянно заниматься рефлексией ежедневно. Это такие экологичные способы познания себя, экологичные способы выхода из стресса, выхода из разных проблем. В общем, вообще рефлексия в интернете, это написано так. Это способность сознательно обращать внимание на свои мысли, эмоции, поведение, то есть какой-то самоанализ. Сократ считал рефлексию доступным способом познания и совершенствования себя. Благодаря рефлексии вы сможете контролировать свое мышление, очищать сознание от лишних мыслей, справляться с разными проблемами самостоятельно, экологичным путем. Плакать, кричать и срываться, истериться — это не экологичный способ, если что, решение проблемы. Я, конечно, тоже часто к такому прибегаю, просто это самый, наверное, простой способ. Но самый такой действенный и немножко сложный, где нужно попариться, — это как раз-таки рефлексия экологичная. Что значит делать ежедневную рефлексию? Это значит, можно. Первое. Вообще рефлексия, она для всех разная. То есть для кого-то это спорт. Для меня, например, это дневник вечера, дневник благодарности, дневник моих мыслей. Где я молодец, где я не молодец, к чему я благодарна и все такое. Плюс также для меня это, конечно же, спорт, потому что когда я занимаюсь спортом, либо же танцую, я всегда, ну, знаете, чувствую свое тело, как-то вот себя анализирую. И также для меня рефлексия — это, безусловно, введение блога, введение сториз, потому что там я постоянно просто делаю внутренний самоанализ, не только внутренний, но и внешний, касаемо сториз, потому что ты постоянно себя анализируешь, смотришь, вот здесь вот ты такой, вот тут вот ты такой. Также это может быть постоянный анализ того, что вы едите. То есть я уже говорила про такой пункт, не в этом видео, но мы, то, что мы едим, вот подумайте вы, то, что вы едите. Если вы, скорее всего, кушаете бургеры каждый день и часто заедаете стресс сладким, скорее всего, это не проявление любви к себе, вообще далеко нет. Это совсем не проявление любви к себе. Проявление любви к себе — это пойти себя и убить в зале тренировкой. Вот это я понимаю, вот это круто, вот это просто, это для меня самый, наверное, экологичный способ избавиться от стресса. Также развитие критического мышления, то есть смотреть на разные ситуации с разных сторон, не только с одной стороны, вот так вот, в лоб, а именно с разных-разных сторон. Никакой макияж не подчеркнет вам уверенность в себе, никакой макияж не сделает вас суперкрасивыми изнутри. Все почему? Потому что на это влияет кое-что другое. Просто сравните вот эти вот два человека, здесь и здесь. Разница — два года. Как вы думаете, что на меня повлияло так сильно? Правильно. Все дело в работе изнутри, только в ней. Если вы будете пренебрегать внутренней работой, я думаю, вы прекрасно понимаете, что это, что к этому относится, потому что я постоянно тоже про это говорю, я уже не буду, наверное, повторять. Никакой макияж не подчеркнет вашу уверенность в себе, как это сделает внутренняя работа. Поверьте мне, вы прекрасны, поверьте мне, вы без макияжа просто чудесный и прекрасный ваш внутренний мир. Я уверена, что очень-очень красивый, и ему просто нужно помочь раскрыться. Ну а теперь давайте поговорим про такие вот самые базовые внешние факторы, благодаря которым вы сможете стать ухоженнее и красивее, и здоровее, самое главное. Мне кажется, красота уверенной в себе девушки, она не проявляется в большом количестве макияжа, в коротких юбках, какой-то красивой брендовой одежде. Она, мне кажется, проявляется вот во внутренней силе, во внутренней красоте, и это чувствуется. Это сразу видно. Это не брендовая одежда Louis Vuitton, это сразу чувствуется. Вот просто с первого слова, с первого общения. Я знаю, что вы понимаете, о чём я говорю. Мне кажется, первый пункт тут просто не может не быть. Это всегда старайтесь вкусно пахнуть. Не только касаемо духов. Я, например, в последнее время не пользуюсь духами, но хочу купить скоро новый какой-то аромат. Но тут дело касается именно того, что вы будете там мыться каждый день. Потому что, ну блин, ребят, я думаю, тут всё понятно. Это также использование дезодоранта, либо чего-то ещё подобного. Потому что, ну, запах пота — это совсем не признак ухоженности. Это совсем просто признак, не знаю, какой-то бестактности в моём случае. Потому что я никогда себе такого не допущу. Я просто такая... Я сделаю всё возможное, чтобы вкусно пахнуть, чтобы от меня ничем там не пахло. Потому что я просто, не знаю, я такое не люблю. Мне даже как-то противно. Это также касается чистой головы. Чистой головы волос. То есть, если у вас волосы грязняются каждый день, моете их каждый день, никто не запрещает. Это ваши волосы, у всех разная структура волос, у всех разное строение. Корни всего разные. Разная длина, разная прическа. Короче, я мою каждый день, я не парюсь, мне прекрасно. Я уже привыкла, это уже моя рутина, моя привычка. И наоборот, я очень рада и очень счастлива. И я чувствую себя намного увереннее, когда у меня чистая голова. А не когда я там, условно, 10 минут просто выпустила, чтобы не помыть голову. Нет, я никогда такого не сделаю. Я даже когда дома сижу, я всегда мою голову. Старайтесь следить за своей осанкой. Я думаю, многие вам мамы говорили, тренера у кого-то, подруги. Да, это важно. Вы можете следить за ней тогда, когда сидите за столом и что-то пишете на компьютере, либо же просто пишите что-то, домашку какую-то решайте, следите. Можете в себе повесить, кстати, какой-нибудь стикер перед столом и написать сядь ровно, выпрями спину или что-нибудь такое. Можете заниматься также йогой, растяжкой, ходить на массаж, потому что это все влияет на нашу спинку, чтобы она не была зажатой, чтобы она у нас была ровной. Потому что когда девушка вот так вот ходит, ну, сразу чувствуется какая-то неуверенность как будто бы. Мне кажется, что каждая уважающая себя девочка, девушка должна проверять свое здоровье. Не только женское здоровье, но также вообще в целом. Гормоны, разную кровь сдавать, разные анализы, пить витамины, если нужно. Например, вот у меня выпадали волосы, я сдала кровь на железо, и оказалось, что у меня недостаток железа. Вылечила волосы благодаря тому, что я пила железо. И мне кажется, что за этим нужно постоянно следить и не пренебрегать этим. То есть не нужно следить только там за своим макияжем, какой-то красотой внешней, но также и что касается не только внутренней вот здесь вот душенной красоты, но и красоты здоровья. Потому что если вы будете нездоровы, если у вас будет чего-то не хватать, скорее всего, внешне вы не совсем будете классно выглядеть. Краткий совет. Пожалуйста, никогда на улице, вообще никогда не трогайте свое лицо руками. Пожалуйста. Если у вас есть такая привычка, убирайте ее. Убирайте, пожалуйста, прыщи, здравствуйте и все остальное. Ну и мне кажется, что какая-то ухоженная, здоровая девушка, она, как мне кажется, всегда, знаете, позитивнее. Не то, чтобы там закрывать глаза на все проблемы, нет. С позитивным мышлением. С позитивным критическим мышлением. То есть она смотрит на мир открыто. Она всему доверяет. Она доверяет всему миру. У нее классное окружение. Она здоровая. В физическом плане здоровая. Во всем плане. Ребята, вот и все. Я тут, наверное, очень много наговорила. Надеюсь, что вам все понятно. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я вас безумно сильно. Всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. Пока. Напишите, какой пункт вам показался очень интересным и вы будете его использовать в своей жизни. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok